Кровавый теракт в столице Афганистана, Кабуле. Смертники напали на отель Интерконтиненталь. В результате атаки, по подтвержденным данным, погибли не менее 18 человек, 14 из них иностранцы. В том числе и граждане Украины. Они работали в украинской авиакомпании, которая занималась перевозками в Афганистане. Телеканал BBC со ссылкой на местную полицию сообщил о 9 погибших украинцах. В то же время в МИДе подтверждают смерть только шестерых. Говорят, консул сейчас уточняет данные на месте. Подробности теракта в нашем материале. Вооруженные боевики ворвались в отель Интерконтиненталь в Кабуле и открыли огонь по охранникам. Остальным людям приказали лечь на пол. Тех, кто в панике пытался убежать, расстреливали на месте. После этого прогремел первый взрыв. Сначала я услышал несколько выстрелов. Спустя пару минут подошел рабочий из Интерконтиненталя и сказал, что в нашем отеле террористы-смертники. В момент нападения в гостинице находились люди, которые приехали на конференцию, посвященную информационным технологиям. Вскоре стало известно, всех постояльцев и персонал удерживают в качестве заложников. Афганские силовики прибыли на место происшествия через считанные минуты. Начался бой. Террористы стреляли по военным и постояльцам, а также взрывали гранаты. Позже в здании вспыхнул пожар. В панике люди даже прыгали из окон. Мохаммед – один из тех, кто смог выбраться из смертельной ловушки. Я был на шестом этаже, когда там все загорелось. Мой сосед по комнате сказал, что мы либо сгорим, либо прыгаем. У меня была простыня, и я привязал ее к балкону. Попытался спуститься, но руки были недостаточно сильными. Поэтому я просто полетел вниз с уровня пятого этажа и повредил плечо и ногу. Среди погибших есть и украинцы. Причем количество жертв, в том числе и среди наших соотечественников, может увеличиться, допускают в МИДе. За новую информацию мы сообщаем про шесть загибших граждан Украины в результате террористического нападения на готель в Кабуле. Консул вылетает до Кабула. Там, в связи с компетентными органами, будут уточнены детали и выполнены все функции, задачи, которые должен выполнить в такой ситуации консул. Осада продолжалась 18 часов. Военные смогли вывезти в безопасное место большинство постояльцев отеля. Удалось спасти 126 человек, в том числе 40 иностранцев. Афганские силовики заявили, что уничтожили всех пятерых нападавших. Отель «Интерконтиненталь» террористы атаковали уже не первый раз. В июне 2011 года 9 нападавших ворвались в здание. Погибли 12 человек. Ответственность за нападение тогда, как и в этот раз, взяло на себя радикальное движение «Талибан». Александр Просяник, Наталья Шумакова. Подробности – телеканал «Интер».